Доброго времени суток, мои маленькие любители старых игр. С вами, как всегда, я... ВОТРО ТЕСЛА ПРЕФЕРЕТ Сегодня мы отправляемся во Францию, а если быть точным, прямиком в Нормандию. И нет любителя Mass Effect'а ни в ту Нормандию, о которой вы подумали. В преддверии 75-летия Победы, я бы хотел поговорить об играх, касающихся Второй Мировой Войны, а если точнее, Братья по оружию, Дорога на высоту 30. Игра разработана компанией Gearbox Software и выпущена в 2005 году. Этот год был богат на такие шутеры, как Call of Duty 2, Far Cry, Battlefield 2, Battlefront 2, Quake 4 и многие-многие другие. На фоне распиаренных игр, Братья по оружию для многих прошли мимо. А справедливо ли это? Давайте разбираться. После развода отец мне сказал, у каждого солдата две семьи. Те, кого ведешь по жизни и те, кого ведешь сквозь ад. Я провел здесь восемь дней, командуя отрядом, которые я не был готов вести. Восемь дней я смотрел, как мои парни, моя семья, убивают фрицев и погибают сами. Восемь дней я мечтал, чтобы это прекратилось. По традиции многих шутеров, игра начинается с конца. Мы выступаем в роли сержанта Бейкера. Бейкер, ты жив! Вставай, заебал ты, ебаный шашлык! Придя в себя и поднявшись, мы видим, как наш отряд находится в окопе, а на нас идут бесконечные волны противника. Под непрерывным огнем фрицев, наш отряд несет потери. Но тут, откуда ни возьмись, появляется вражеский танк. Что же оставалось ждать? Танк в нас стреляет. Очнувшись после очередной контузии, мы видим нашего связиста, который решает скопировать сцену и спасти рядового Райана, бросаясь на танк со своим пистолетом. Но кто ищет смерть, тот всегда ее найдет. БАМ, БЛЕНЬ! После смерти очкарика, сюжет игры возвращает нас на 8 дней назад. В начале этой миссии мы все так же в роли Бейкера принимаем участие в десантной высадке 101-й десантной дивизии 502-го полка 3-го батальона. Я никогда не хотел быть командиром отряда, но мне не дали выбора. Сейчас под моим командованием 13 солдат. Жизни 13 человек зависит от меня. От моих решений зависит, увидят ли 13 семей, своих мужей и сыновей. 13. 13 несчастливое число. Находясь на низком старте перед прыжком, мы видим первые потери наших частей. В этот момент, находясь в ахуе, в наш самолет попадает снаряд, из-за чего нам приходится прыгать раньше времени. Но на этом неудачи не заканчиваются. От столь резкого прыжка мы теряем сумку с нашим оружием. Приземлившись, неподалеку мы встречаем штаб-сержанта Маке. Бейкер! Где черт возьми твое снаряжение? Возьми мой пистолет. Стреляй во всех, кто носит серую форму! Продвигаясь и убивая немецких свиней, мы встречаем уже знакомого связиста и подполковника Коула. О, черт! Мак и Бейкер! Я думал, что заблудился! Объединившись, мы продвигаемся дальше. Там зенитка! Надо ее уничтожить! В этой миссии мы узнаем, что такое тактический режим. Но по ходу игры он мне ни разу не пригодился. Теперь над головами противника появляется индикатор, который показывает, подавлен отряд или нет. Когда значок становится серым, значит отряд не может высунуть головы, и его можно обойти с фланга. Добравшись до проклятой зенитки, мы закладываем взрывчатку, тем самым уничтожая ее. Теперь придется идти без передышки. Четвертая пехотная дивизия направляется сюда через сектор Юта, а везде вокруг немецкие подразделения. Вперед! Плюсом этой игры являются живые диалоги. А перед началом новой миссии главный герой рассказывает часть своей истории. Перед высадкой я осознал, что должен подавить свои страхи и вести тех, кто оказался под моим началом. У судьбы мрачное чувство юмора. Между мной и моими людьми стоит ад, но это не имеет значения. Даже ад не остановит меня. В начале миссии к нам присоединяется новый член отряда, Рыжий. Господи, как я рад вас видеть! Я все утро прятался в канаве по уши в воде. Одного подстрелил! Он подошел к канаве, чтобы справить нужду! Парни, как же я вам рад! Рыжий сообщает нам, что в двух шагах находится минометный расчет, который накрывает ближайшую территорию. Штаб-сержант Мак предлагает разделиться. Он берет с собой связиста, а нам отдает Рыжего. Оставшись с Рыжим наедине, игра обучает нас, как командовать отрядом. Здесь мы узнаем основные приказы, которые можно отдавать нашим солдатам. Закончив с обучением командования, мы отправляемся на уничтожение вражеского миномета. Зачистив территорию, мы встречаемся с рядовыми Алленом и Гарретом из нашего подразделения. Все утро отстреливали немцев, выходящих с берега. Один бедолага пытался расстегнуть ширинку, когда Аллен его прикончил. Ничего подобного! Он лез в кобуру! Вчетверо мы занимаем оборонительные позиции, встречая немцев пулеметным огнем. Отбившись от немцев, мы встречаемся с сержантом Макком, а на фоне мы видим пляж Юта. Отдыхайте, пока есть время! У нас впереди долгий день! Я понимаю широкие сердца героев, нынешнюю храбрость и храбрость всех времен. Это и стихотворение, которое мне в детстве читал отец. Трудно представить себе, что эти возвышенные слова написаны на той мерзости, которая творится вокруг. Следующей нашей задачей является зачистка деревни от спящих фрицев. В очередной раз игра повторяет моменты «Спасти рядового Райана», где мы расстреливаем обедающих фрицев. Зачистив дом, мы встречаем рядового Аллена и Гаррета, который использует базуку по назначению. Подавив последние очки сопротивления, мы собираемся у немецкого грузовика. Это была безумная идея. Никогда не соглашусь такое повторить. Уверен, что повторишь. И еще до захода солнца. Ну, кто проголодался? Ключи в замке! Объявляю этот Opel Blitz официальной собственностью армии Соединенных Штатов. Что скажешь, маг? Скажу, что везти буду я. Добравшись до Фаркельвиля, наш отряд получает задачу зачистить город. Как ты думаешь, от чего он погиб? Уж точно не от старости. Почему его тут бросили? Разве наши не взяли этот город? Надо понимать так, что Факарвиль в руках врага. Да, Рыжий, ты умеешь поднять настроение. Также хочу обратить отдельное внимание на использование гранат. Куда бы ты ни целился, хрен ты туда попадешь. Зачистив город, мы встречаем старых знакомых. Лагета и Макка. Мы прибыли сюда так быстро, как только смогли. Мы слышали, немцы пошли в контратаку и разбили нашу оборону. Бейкер, я был насчет тебя неправ. Сначала я думал, что ты застенчивый романтичный юноша. А теперь я знаю, что ты застенчивый романтичный юноша. Способный убить каждого, кто встанет у него на пути. Нашей новой задачей становится расчистить поля от столбов для плавной посадки наших планеров. Успешно уничтожив 20 таких столбов, мы завершаем эту миссию, наблюдая за плавным приземлением подкреплений. Ох, я думал мне уже не жить. Спасибо, что убрали эти штуковины. Я думал, нам конец. Разобравшись с планерами, нашей задачей становится зачистка города в Ервиль. В наше командование поступит второй отряд, но только он будет не пехотный, а на этот раз танковый. Встретив легкий танк М5, мы узнаем, что командиром боевой машины является наш школьный друг. Главное отличие этой игры от подобных является возможность потерять наши отряды по ходу выполнения миссии. Так складывается ощущение реальности, ведь игра не прощает ошибок командования. Увы, как в Call of Duty на танках нам поездить не дадут, но мы всегда можем сесть за пулемет, находящийся на башне. Зачистив город, поступает новый приказ отправляться на перекресток мертвых. Мы с Джорджем больше часа просидели на его танке. Мы говорили о доме. И даже консервы казались пищей богов. Когда на войне встречаешься с лучшим другом, начинает казаться, что теперь ты неуязвим. Теперь нас ничто не остановит. Мы дойдем до Берлина и вернемся домой. Нет. Ну что, родный рот, погнали нахуй! Ёбаный рот, крат, идем! Стоит похвалить разработчиков, поскольку даже гибель этого танка они передали с исторической точностью. В начале следующей миссии к нам подходит очкарик, выражая нам свои соболезнования. Приняв их, мы подходим к маку. Тот сообщает, что под наше командование направлен второй отряд. Задачей нашего отряда будет являться зачистка шоссе, а по пути игра во всей красе покажет ужасы войны. Успешно расчистив дорогу, мы встречаемся с Макком. Ещё жив парень? Я рад. Сент-Ком Дюмонт находится чуть ниже по дороге. Нам предстоят несколько веселых часов. Проверьте снаряжение, особенно патроны. И, Бейкер, ты бы хоть поел. На тебя страшно смотреть. В начале новой миссии игра нас продолжает радовать душевными диалогами. Просто по логике вещей, Супермен порвёт Бэтмена, как ребёнка. По-твоему, Бэтмен слабак? Бэтмен ни на что не способен без своего костюма. Конечно, он слабак. А Супермен в обычной жизни ничего из себя не представляет. Очкастый придурок. Странно, что он тебе не нравится. Мне нравятся супергерои, которые умеют думать. Бегят. Он умеет плавить предметы взглядом. Одним взглядом. Ну всё, заткнитесь. Вокруг и так столько дерьма, что хватит бассейн наполнить. А зачем наполнять? Чтобы было! Увы, вдоль насладиться диалогами нам не дают немцы. Они начинают контратаку при поддержке миномётных расчётов. Плавно наша оборона перешла в наступление. В самом городе нас ждёт бой с танком, который мы благополучно уничтожаем фаоспатронами. В новой миссии мы должны зачистить ферму от немцев. Маг берёт из нашего отряда Алана и Гарнета и прикрепляет их к Очкарику. А замёсто тех двоих нам дают танк Шерман. Зачистив ферму, мы слышим крики Очкарика. Бей! Бей! Бейкер! Чёрт! Чёрт! Бейкер! Мы в беде! Легер! Бей! Бей! Алле! Гарнет! Они мертвы. Их было слишком много. О, Господи! Так мы потеряли двух классных бойцов. Ну, умер и умер. Как сосредоточиться на жизни, когда вокруг только смерть? Я постоянно думаю о том, как Аллен и Гарнет ушли с Легетом и погибли. Если бы только они остались со мной. Чёрт! Если бы они остались со мной! Они были бы живы! Может быть, я бы сумел их спасти! После гибели этих двух бойцов, наш отряд отказывается общаться с Очкариком. А некоторые готовы набить ему лицо. Наши разговоры обрывает маг, сообщая, что неподалёку находится мост, по которому немцы могут пригонять танки. Нашей задачей будет являться зачистить территорию моста и взорвать его. Сказано, сделано. Прорвавшись на ту сторону моста, мы его подрываем. Когда ты под обстрелом, на уме у тебя только одно – выжить. Я бежал быстрее, чем когда-либо в жизни. А ведь я нес 13 футов снаряжения. Мозг начинает работать чётче. Просто пройди эту дорогу, Мэтт Бейкер. Дойди до конца, и ты отправишься домой. Но когда останавливаешься, то задаёшься вопросом. Вернётся ли хоть кто-нибудь из нас домой живым? В начале миссии мы видим раненого рядового. К сожалению, это ранение оказывается смертельным. А мы со снайперской винтовки будем прикрывать наш отряд. Разобравшись с немецким наступлением, мы добираемся до моста. Но не тут-то было. Они обошли нас с правого фланга! У них пулемёт! Сержант, надо его уничтожить! Выследив ражеского пулемётчика, метким выстрелом по жопе, мы ликвидируем его. Вернувшись назад к мосту, мы слышим странные звуки. Придя в себя после контузии, мы охереваем от увиденного. Мэтт, Десола мёртв. Не спеши! Ты долго пролежал без сознания. Нормально всё? А! Нормально, говорю, всё? А-а-а! Погрустив о Десоле, мы отправляемся на поиски подполковника. Найдя его, он берёт нас под своё командование. Нашей задачей будет являться ожидание дымовой завесы. Под её прикрытием мы ворвёмся на ферму и перебьём оставшихся фрицов. Взяв ферму под свой контроль, Макс сообщает нам. У нас мало времени, так что я буду краток. Мы потеряли половину людей вокруг немцы. Лейтенанта Компса с остатками взвода. Как следует приезжали недалеко отсюда. Бейкер, возьмёшь Харсака, Абрайски, Зяновича и приведёшь отряд Компса сюда. Найдя Компсона, мы приступаем к обороне фермы, отстреливая немцев как болванчиков. Но в конце миссии нас ждёт заслуженная награда. Это для вас и ваших парней. Нашёл в подвале. Это Кальвадос, яблочная бренди. Отдыхайте, парни. Завтра мы выдвигаемся на карантен. Добравшись до карантена, мы должны зачистить промышленный район. В ходе сражений на одном из предприятий мы слышим звуки техники. Хорошо, что немцы раскидывают свои фауз-патроны. Правда, в бою с первым танком он мне не понадобился. Ведь немцы забывают закрывать за собой люки. Жаль, гранаты у меня закончились. И со вторым танком мы разбираемся при помощи фауз-патрон. Разобравшись в промышленном районе, мы возвращаемся к Макку, а тот нам сообщает. Отправляемся в церковь, что в центре города. Оттуда мы сможем следить за действиями противника. Поднявшись на колокольне, мы решаем побеседовать о жизни. Самое время открыть бутылку шампанского. Оби, и где его взять, это шампанское? Легет разнёс гранатой единственный винный погреб в этом городе. Мы и займёмся им, когда... Оби! Нееет! Потеряв ещё одного бойца, мы занимаем снайперскую позицию. Откуда начинаем свою охоту на ганцев. После отстрела немецкой пехоты в город въезжают их танки. Влага подруга Базука всегда была под рукой. Подбив последний немецкий танк, мы видим, как фрицы отступают назад. Настало время себя показать. Нас взяли в десант, потому что мы лучшие из лучших. Никто не встанет у нас на пути. Никто! Вперёд! Бейкер, кажется, это должна была быть твоя реплика. В этой миссии нашему отряду нужно с боем дорваться до позиции Мака, который держит оборону на высоте 30. Послушай, Бейкер, веселье только начинается! Фрицы стягивают силы к тому хребту! Там и произойдёт главное сражение! Мы сожжаты между скалой и целой чёртовой армией фрицев! Держи! Получив очередную контузию, мы оказываемся в начале игры. Пропустим ту часть, которую мы уже видели. Когда мы пришли в себя, Макс сообщает, что без поддержки техники долго не выстоять, попутно отправляя нас на поиски шерманов. Пробираясь в одиночку через лес с кишащей фрицами, мы выходим на группу шерманов. Наконец-то пришла подмога! Я не могу найти роту F! Здесь просто хаос! Мы получили все ваши радиопередачи, но не могли вас найти! Запрыгивай, сержант! Будешь показывать дорогу! Запрыгнув на броню, ведём танки к нашим позициям, попутно отстреливая немецкие пазики. Добравшись до наших позиций, при поддержке танков, мы очищаем высоту 30 от немцев. Я даже не успел испугаться! Ха, даже когда нас атаковали два десятка фрицев? А я живых не считал! Только убитых мною! Хорошо, что ты не силён в счёте! Хорошо, хорошо! Я до смерти перепугался, чёрт побери! Сегодня мы прошли все круги ада! Интересно, что ждёт дома парней вроде нас! Закончив задание на высоте 30, мы возвращаемся в карантен. Здесь разбит передовой лагерь, где мы можем отдохнуть после случившегося. Но отдых прерывает Мак. Прекратить болтовню и слушать меня! Я не умею произносить речи, поэтому буду краток! Во-первых, здесь присутствует полковник Маршал, который задаст вам несколько вопросов по поручению генерала Эйзенхауэра. Не подведите меня! Во-вторых, я уже много лет в армии и повидал немало хороших бойцов. Должен сказать, вы отличные бойцы, парни! Мы потеряли многих ребят, но в то же время мы доказали приспешникам Гитлера, что их дни сочтены. А теперь я должен объявить о повышении! Сержант Харцог! Равняйсь! Смирно! Принимай второй взвод! И пришей эти лычки! Или я влеплю тебе наряд за несоблюдение формы одежды! Сержант Бехер! Ты должен понимать, что все еще далеко не закончилось. Мы через многое прошли за эти восемь дней, но это только начало! Забрать снаряжение! У нас еще вся война впереди! Третий взвод! Все слышали команду? Вперед! И на этом заканчиваются братья по оружию. Что можно сказать в итоге? Игра мне понравилась больше, чем первые две Call of Duty. В игре нет лишнего пафоса, а война показана со всех ее сторон. Технически игра устарела даже в 2005 году, но это не делает ее плохой. Единственное, к чему я хочу придраться, это гранаты. В остальном же оружие и техника выполнены на все 10 баллов. Функция управления отряда выполнена очень просто. Тебе интуитивно понятно, кого отправить на штурм, а кому приказать подавлять противника. За живые диалоги и озвучку я бы поставил 8 баллов. Нареканий никаких. Ну а саму игру я бы оценил на 7 из 10. Игра хорошая, но не идеальная. Мне не хватило масштабности боевых действий, ибо чаще всего бои происходили с небольшими группами противника. Посоветую ли я ее пройти? Да, конечно. Игра достойна вашего внимания. Компания способна задеть ваши эмоции, эмоционально привязывая их к бойцам и заставляя переживать за них. А на сегодня все. С вами был я, Тесла. Оценивайте, комментируйте, подписывайтесь. В группу ВК вступайте. Там все новости и анонсы. Ну и о стримах не забывайте. С наступающими праздниками. Пока-пока.